вот у нас хочешь for temple ну про него сейчас рассказывать не буду поскольку такой объект это очень интересный объект и мечта всех геополимерщиков и прочих еще этого объекта очень много эксклюзива так скажем он местонахождение он находится тоже на юге от города хопал про которая говорила который не очень хороший считается с экологической точки зрения вот и чем наш интересен этот объект ну кроме того что там не бывает европейских туристов мы там тоже первые были за 10 лет он находится на такой базальтово-гранитные какой-то там ну короче магматической платформе выходы там сплошные и видно как вот это единственный момент где может сказать каменолом не прям здесь не отходя от кассы прям здесь же вырубались вот эти элементы то есть они не разломанные то что мы видим вот этот вот кусок это не разломанное это то что называется не получилось элемент это видно я вот впервые это видела такое где мастера именно работали какие-то детали у них не получились они так и бросили их не получившиеся какой там причине там рука не туда пошла еще чего-то именно поэтому это интересно когда мы видим недоделанные элементы вот прям видно недоделанные их там много плюс на вот этих вот платформах на этих выходах естественных каменных есть планы официальная археология считает что это планы вот именно вот этого темпова этого храма но это конечно глупости они на и примитивнейшие эти планы и они буквально кусочками то есть кусочек какой-то фриза кусочек колонны то есть если бы это был план то это не план как план это вообще непонятно для чего для чего это сделано я не знаю но это точно не план плюс это далеко по фотографии кажется что это близко на самом деле от оригинального строения довольно таки далеко и вот эти вот царапки именно царапки вот они разбросаны на довольно таки большой площади там может быть километр они так окружены там веревочками отсюда не очень видно но они там окружены не считается что они того же периода что данный храм данный храм приписывают королю бхоча дева мой любимый король по определенным причинам он оригинален был вообще во всем то есть это один из тех королей который занимался не завоеванием там кого-то и сплошными убийствами чем занимались все остальные короли как правило а он занимался сохранением то что называется достояние народа достояние древности он собирал древние свитки древние манускрипты и так далее и все это записывал у него есть трактаты на эту тему которые изучаю и вот этот храм приписывается ему он совершенно нетипичен таких построек в индии больше нету поэтому он достоин того чтобы про него отдельно сказать я не уверена сразу скажу что полностью храм построен именно им вот потому что то что вижу я я вижу что он сделан в два этапа я вижу четкие два этапа то есть этап вот эти вот ворота вот этот портал который мы видим каждая часть весит более 30 тонн и была попытка сделать одну колонну там внутри стоят тоже колонны каждый вес более 30 тонн монолитные была попытка сделать колонну причем а я извиняюсь опять сама себя перебью вот этого камня ближайший по моему 100 километров или даже больше что-то в этом роде нету рядом то есть нет выходов рядом вот этого камня это по моему как раз вот если они ошибаюсь я могу ошибаться это то ли розовый гранит или розовый песчаник вот могу ошибаться сейчас не помню мне там надо смотреть в записи но это не имеет значения короче его нету поблизости и его привезли откуда-то его то откуда его привезли современные археологи пытались сделать колонну они смогли сделать колонну только для реставрации на 10 тонн и все равно не смогли ее довести там такая местность очень гористая очень неровная проще ничего у них не получилось как это делалось тогда в общем никто не знает то есть это собственно говоря такое квадратное здание без типичной крыши с гигантским порталом внутри которого находится вот такого размера постамент лингам и ионе сколько это весит я затрудняюсь сказать может 30 тонн может 50 тонн может 100 тонн я не знаю сколько это весит это весит явно очень 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 много видно да что вот это вот вот это вот изображение просто нацарапано грубо изначально явно было просто полировка без всяких изображений скорее всего все пространство занимает вот эта конструкция вот я у меня честно говоря как говорится язык не поворачивается сказать что это чисто культовое сооружение по моим ощущениям нет вот может быть я ошибаюсь но я не считаю это культовым сооружением и по четырем сторонам стоят гигантские колонны она очень высокая сейчас точно не скажу высота более 10 метров огромное помещение прекрасно отделано очень хорошего качества и она гигантского ответил от размер человека и вот размер этого сооружения к сожалению она действующая и по этой причине там не очень одобрительно смотрят на съемку то есть они поклоняются до сих пор ходит но собственно про это сооружение я сейчас больше рассказывать не буду и вот у нас просто говорится городской вид скажи хоть когда ты продолжишь это надо сейчас разорвут я продолжу это фильмом я про это часть делаю маленький фильм но я надеюсь достойный потому что мне есть что про это сооружение рассказать она уникальная и это нечто что-то с чем-то это такое было сейчас превью так скажем я не буду про него очень много сейчас говорить потом будет неинтересно смотреть такая интрига была а вот этот стандартная корова так скажем зебу да вот вот горб который изображают у баканане некоторые горячей такой неестественной вот очень даже естественный вот в индии вот такие коровы с такими вот горбами верблюдо корова ну да вот такая ехать дан такой удобно теоретически в этом горбе же тоже запасы жира и всякой воды или чего это просто вот я честно говоря не интересовалась никогда но эти коровы у них изначально то считается что эти коровы у них были всегда вот такой вот породы то есть это не завезенная прикольный до колодцы почему колодцы с многоточием опять же хочу бросить монетку в колодец по поводу того что я не считаю это сооружение колодцами вот вот так вот я считаю что это своего рода храмы это не колодцы у меня есть опять же я про них надо очень много всего говорить и показывает это необычайной красоты сооружения они все подземные уходят на много этажей вниз земли вниз по землю что же я говорю многоуровневые приписывают официально ну примерно к десятому плюс-минус веку там начиная с восьмого до пятнадцатого растягивают это все дело но лично у меня свое мнение которое сейчас не буду до конца высказывать так просто за травочку дам сразу скажу сооружение производят неизгладимое впечатление это никогда не забыть за пересвет дизлайк отписка ну простите очень сложный свет в данном случае учитывая что там вообще запрещено снимать там все приходится в тайне делать потому что снимать видео запрещено в таких местах и когда они видят что я снимаю видео они мне готовы убить на месте но ровно так же они поступают как раз в храмах правильно да 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 вот поэтому снимать очень сложно вечно прикидываешься не пойми кем прячешься от них в общем сооружение потрясающе но при этом не разрекламированы совершенно ну и в самом конце мой горячо любимый латхау вот те кто не знает латхау это один из важнейших городов харапской цивилизации но основная часть харапской цивилизации у нас осталось пакистане туда я попасть никоим образом не могу и в общем пока не горю желанием всем известным ахенджи дара но на территории инди тоже есть крупнейший город который называется латхау это современное название прямо скажем само название никто не знает официально датируется две с половиной тысячи лет до нашей эры то есть ему официально четыре с половиной тысячи лет но вот это вот изображение которое мы видим это на одну из лучших то что можно было там увидеть в основном конечно там очень все примитивное при очень а корота без горба да это не корова ты на нас посмотрели нет я думаю что это корову это какой-то новодел уже сейчас не там ниже два типа коров одни с горбом 2 без горба и те и другие и те и другие котируются хотя то что сверху тоже письменность какая-то понятно да письменность она не расшифрована концерт какой похоже кому тут слепили вот недавно специально для на потеку туристам какое-то такое впечатление но всем случае это точно 8 покрытия точно могли покрыть чем-то да но не могу так сохраниться в 4000 лет не но это не это во-первых керамика вот а во-вторых может быть это копия они оригинал но вот там вообще с латхалом такая вещь игры почему я даже не уверена что я хочу делать отдельное видео но может быть так чисто обзорное сделаю видео потому что это было разочарование года стремились максимально над хал своим искусством равна я такого не ожидала увидеть да вот вот это вот то есть вот так вот выглядит латхал я вначале на радостях решила что о здорово кирпичики а их там много там все усеяны кирпичами все вот все 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 кирпичами думаю ну можно образец спокойно взять валяется вот тонны тонны валяется в кучах никому не нужны я же обрадовалась думаю посмотреть действительно какой керамику же легко додировать и местный товарищ нам говорит что и тут насчет у меня сомнения сомнения закралось потому что на некоторых из кирпичиков я вдруг увидела современные значки выдал блины но в современном заводе сделаны и что-то меня тут торкнуло спросить у местного на что был ответ что все что мы видим это реставрация игру как вообще все он горит вообще все а где же оригинальные кирпичи вот что-то развел руками промолчал вот это было разочарование года ирина елесина говорит что то и бы которого одновременно она забрела занимается живописью и внимательно рассматривает ну там мы вообще-то мужские половые органы были у этого бы как корова хватит а я была выводим давайте чуть про камня да ну вот камни там естественно нету в смысле камней то есть все арабская цивилизация характеризуется двумя вещами первое она сделана исключительно из обожженного кирпича это первое и 2 имеет канализацию вот то что мы видим это и есть канализация а то на чем сижу я это какая-то печь но поскольку мне сообщили что все это новодел то я уже начала глубоко сомневаться что что там было вообще на самом деле что нашли потому что когда начали пытаться допросить местных но смотрители и там очень много охраны вот у этих кирпичиков как ни странно огромное количество охраны там музей все все так серьезно то они говорят что мы точно датировать город этот не можем мы не знаем точного назначения этих сооружений и вообще мы в принципе всего точно не знаем это что мы вам рассказываем это наше предположение этот был самый честный ответ который вообще за всю жизнь получил от официалов я спрашиваю это кирпич или из какашек не менее это обожженный кирпич обожженный кирпич почему там спрашивают это кирпич или это плинфа плинфа это строительный материал это тоже кирпич обожженная чаще квадратно он древнем риме использовался там древней руси вот просто плоские то что и поэтому спрашивает принц здесь даже здесь даже форма и размер вот современного кирпича да 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 это он сейчас от времени так уже слежаться но это он дал это он уже его реставрировали довольно таки давно вот а может они его искусственно специально состарили вот то есть у них в музее лежит два кирпича ну как они пишут оригинальных два оригинальных кирпича немножечко где-то раза в полтора больше чем вот современные кирпичи то есть они как-то больше по размеру видно что это обожженный кирпич и они в общем говорят что их обжигали это у них были печи обжигать кирпич но в общем ничего суперсложного в этом в этой процедуре то и нету вот но это говорит о том что но они абсолютно не пользовались камнем то есть от каменное строение которое мы видим по всей индии у них даже намека на это нет них вообще ничего нету есть только какие-то две скульптуры которые даже не знаю где находятся просто в музеях нету я их видел каких-то старинных фотографиях которые куда-то там увезены оригинальные эти скульптуры не оригинальные бог их знает когда они не вписываются вот это вот все как будто бы это довольно-таки поздние были элементы и что хочу сказать считается что официально да что это одним из важнейших один из крупнейших городов арабской цивилизации если посмотреть по расстоянию от махенджи дара но я не мерила вот так на вскидку километров наверное 400 500 наверное будет от махенджи дара расстояние гигантская да еще плюс там реки горы и так пустыни это еще над пройти плюс я хочу сказать что этот город малюсенький при малюсенький мы когда смотр спросили у местных все ли откопали то есть вот то что мы видим это все что откопали или это не все они сказали что все что могли все откопали мол больше ничего нету снять с коптера и не могла это невозможно там охрана там собственно говоря снимать нечего по размеру это но он маленький вот прям маленький при маленький как малюсенькая при малюсенькой деревенька как это могло быть центром одном из центров арабской цивилизации я затрудняюсь сказать и потому что например тот искусственный водоем который по их замыслу считается служил для торговых кораблей сейчас это такая мелкая лужа очень маленького размера где наверное лодка только развернется где там крупный торговый корабль развернется даже с трудом представляю насчет ну предположим что он сейчас мелкий потому что засыпанный может быть сейчас он реально мелкий но в общем у меня только вот кроме какого-то легкого негатива наверно вот ничего не осталось то есть я наверно ждала что-то другого ну вот я говорю как как я чувствую может быть а где-то ошибаюсь но поразил маленький размер реально очень маленький размер селения вот эти все современные реставрации кирпичная но в общем то и не впечатлило вообще ну собственно говоря это все так но у нас катюша очень много вопросов я надеюсь у тебя будут силы да конечно возвращаясь крама по темпу значит у нас вопрос первый такой и охрана извините да 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 конечно я забыла сама сделала забыла храм солнца показать это у нас был не запланированная храм я про него забыла когда планировала поездку и мод поехали 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 в латхал и везде там ездили ездили и один из местных мне говорит а вы были в храме солнца я говорю где храме солнца ну как же крюро я что-то крю забыла храм солнца а у нас вообще он не запланирован мне по времени даже не получался и мы вот бегом просто бегом побежали в этот храм солнца потому что здесь вот очень интересный бассейн который но некоторые называют его колодцем я считаю что просто бассейн такой очень красивый очень красивое место такое все резное ну не очень хорош сохранности вот собственно говоря вот теперь точно все да да и тогда получается мы возвращаемся к началу второй части нашей это рама по temple был вопрос эти храма частично вырезаны из цельной скалы нет 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 это все из блоков сделано там нету никакого монолитного основания скального был вопрос который очень просили задать я поэтому зачитаю как он есть без редактирования выщелачивание при добыче полезных ископаемых запятая остатки ненужные использовали для строительства но это только если учесть что вы щелачивали при добыче полезных ископаемых а кто сказал что их выщелачивали у меня нет таких данных дмитрий валька попросил уточнить свой вопрос когда мы с тобой говорили о зданиях которые были значит уничтожены и сверху построены новые он просил уточнить свой вопрос по кому есть ли здание которые уничтожены заливкой жидкой породы застывший потом нет то есть у него складывалось ощущение что построили после какой-то природной катастрофы выхода туфа там да и и после он он застыл потом сверху что-то построили пытались пробраться к тому что внизу нет у вас вопрос на сюжета закончилась презентации с презентации до в индии нету землетрясений с выходом лавы спасибо антон спрашивает почему запрещают снимать алтарную часть в храмах индии потому что это 10 там молятся и везде где молятся любые светские действия а мы снимаем это светское действие считается скорбительным мы же это смотрим это светское действие это скорбительно а это закрытая часть для души поэтому это считается оскорблением это нельзя делать то же самое что если вы попробуете в христианский храм прийти снимать вот так у вас точно также выгонят потому что посчитает это оскорблением. То есть мы принимаем их... Как вот они просят нас не снимать, мы не снимаем. Был вопрос, опять же, про арматуру, потому что кто-то решил, что она была сначала 3000 лет назад, потом 2000 лет не было арматуры. Я так понимаю, что это относится к каким-то элементам строительства в принципе повсеместно. И теперь она снова появилась. В Индии нет предпосылок подобного. Там нигде нету никакой древней арматуры. Только современная. И это очень хорошо видно. Не перепутать. Сейчас как раз идет видео с арматурой. С примером арматуры, смотрите. Элементы колонн часто повторяются? Рисунки и так далее? Стилистика, да. А размерность разная. Стилистика, да. Во время твоего рассказа про Кота Галлон, Антон Боробьев задает вопрос, откуда у вас знания о трактатах? Ведь вы сказали, чужим нет доступа и инструменты уничтожены. Да, там и никто подробно-то и не расписывает. То есть там расписывают именно сам, не принцип действия, а сами машины, сами законы. То есть это не скрывалось. Не скрывалось, что были машины. Не скрывалось, что были законы о том, чтобы это не открывать чужакам. Но нигде нет никаких трактатов о принципе действия этих машин. Это в открытую было написано, что это запрещено знать чужакам. То есть, видимо, это передавалось либо словесно, либо это было уничтожено полностью, если было написано. Спасибо. Когда мы смотрели сюжет про гробницы, Святослав Доминус опять же спрашивает, где же инструменты? Неужели там в музеях не сохранилось ничего? Почему сохранились вот обычные там металлические инструменты? Пожалуйста, много. Много. Вот самые, как и сейчас, точно такие же инструменты, но только несовременные. Полно инструментов. Вопрос по элефанте. Алексей Харитонов. В Индии, с моей точки зрения, все сделано литьем. Даже музыкальные колонны. Просто разница в плотности материала, в отрамбовке. Ну, к элефантию точно не имеет никакого отношения. Это цельная вырубка из скал. И музыкальные колонны, ну, мы, естественно, принципы не знаем их. Почему? Поэтому я про музыкальные колонны ничего не буду говорить, поскольку никто не знает, как это сделано. И это встречается там буквально в двух или в трех местах во всей Индии. Это очень редко встречается. И, скорее всего, это больше завязано не с какой-то там литьем или прочим, а из хорошего знания материалов и там физики, химии и так далее, которая обязательно преподавалась архитекторам прошлого. В Аста-Шатре это написано, что архитектор в древности обязан был знать очень много всего. Они изучали и танцы, и химию, физику, ну, на том уровне, и языки и так далее. То есть это был человек многообразованный. К строительству не допускались то, что называется, какие-то профаны или люди, не знающие. Только высокопрофессиональные люди допускались к строительству после сдачи огромного количества экзаменов. Поэтому не надо удивляться, что многие строения, храмы и так далее нам сейчас недоступны. Мы сейчас не изучаем столько наук, сколько изучали они. Спасибо. Антон спрашивает, а строители строили храмы по чертежам? Как они рассчитывали нагрузку на колонны и расстановку колонн в храме? Да, по чертежам. Целая наука, трактаты именно на эту тему очень четко прописаны, как, что, зачем следует. Так, теперь мы переходим к следующему храму, который нашел после элефанта и, к сожалению, не запомнила его название. Святослав Домино спрашивает, где же санузлы или канализационные системы? Уровень обработки камней и строений высокий, но при этом отсутствие санузлов странно. Это где санузлы? В храмах-то? Я так понимаю, что это, наверное, уже город, который мы смотрели около озера высохшего. Ну, это же храмовый комплекс. Это же не жилой. В полях у них санузел. Что за вопросы-то такие? В поле? Нет, потом в Индии до сих пор санузел везде. Ну, вот, в полях. Вот, везде. Вот, где захотелось, там и санузел. Да, поэтому у них вообще не принято это прятать. У них не считается это стыдным, в отличие от нас. Мишка Туз спрашивает, розовый песчаник, розовый гранит, может, все-таки это полимер с красителями? Ну, зачем усложнять жизнь, если оно выходит из земли, понимаете? Если, я понимаю, если бы для этого им надо было тысячи километров. что я перебью. Я уже третье видео показываю. Как раз храм очень с хорошо видными следами грубой ручной обработки. Некоторые колонны прямо вырублены в массиве. Вот, присмотритесь внимательно и на потолке, и внизу, и на стенах везде. Вот, хороший пример вам. Пожалуйста, смотрите. Вот это как раз ответ на этот вопрос. Кто сейчас задавал, смотрите на видео. Просто нет нужды. Нет нужды в искусственных материалах, когда они выходят из земли. Это, я еще раз повторю, что полуостров Индостан, современная Индия, находится на территории гигантской базальтовой плиты. Там магматические породы везде. Везде. Их огромное количество. Не надо никуда ехать, чтобы добыть камень. Оно везде лежит под ногами. Нет никакого смысла что-то из этого вытворять, искусственное. Вот, я ответила. Да, следующий вопрос. Ну вот, Святослав Доминов говорит, если даже стяжек не сохранилось, то что можно говорить об инструментах? Ну, по-моему, мы видели следы стяжек. Мы видели сами стяжки неоднократно. Я еще говорила, что их невозможно оттуда вытащить руками. То есть, мы ради интереса трогали, пытались вытащить. Ну, так, интересно же. Вот, ничего. Их невозможно вытащить. То есть, они как приклеенные там. Казалось бы, как металл можно так склеить с камнем. А вот, значит, можно, что невозможно вытащить. Да, просто пошла эрозия, и он, как сказать, разбух, так сказать. Да, да, не, ну, я имею в виду, что оно, понимаешь, то есть, у нас бы ржавчина бы все проела и легко бы все вынулось. А там, наоборот, оно туда вросло. То есть, там сплав не такой, как сейчас, видимо, используются. Какие-то другие сплавы, ну, тоже железо, но какой-то другой химический состав. Вот сплав, я имею в виду. И поэтому, до сих пор прекрасно себя чувствуют. Если бы их оттуда не повыковыривали, они бы там до сих пор бы все и были. Их же вынули искусственно. Спасибо. Андрей Мартынюк задает вопрос. Делался ли анализ обработанной поверхности? В каком смысле? Я так понимаю, на следы инструмента, видимо, так. Но это я только свою интерпретацию могу. Не, ну, если имеется в виду, делалась ли какая-то макросъемка специально для этого, нет, не делалась. Искали ли мы, как в Египте, искали, да, следы инструмента в пропилах, мы такое не делали, потому что там нет понятия пропилов, там есть понятие полировки, а в полировке сейчас за тысячу лет что-то искать, это абсолютно бесполезно. Нашла ли ты хоть один пропил? Я уже говорила, что в Индии нет ни одного пропила, да. Я его не нашла, да. Если мы говорим как раз вот о том комплексе, да, где вы ходите с индусом, Ирина Елесина удивляется, как работали при такой ужасающей жаре? Как тогда работали? Да. Ну, я могу допустить, что климат меняется, ведь сейчас у нас, да, конец малого ледникового периода, вот, у нас сейчас идет потепление, а в тот период, возможно, было попрохладнее, вот и все. Надо просто не забывать, что у нас климат, он нестабилен. Спасибо. Антон Воробьев делает предположение, ручные инструменты часто ломались, нужны были новые, и где же тогда заводы, которые их производили? Ну, почему обязательно заводы? Для того, чтобы сделать инструмент, да, достаточно доминную печь поставить и наковальня. Ну, зачем завод? Все это, как бы, печи есть, они найдены, я просто специально не ездила, не искала. То есть, это не скрывается, инструменты железные есть, никто их не скрывает, они есть в музеях. Со временем их просто переплавляли. То есть, если сломался железный инструмент, это у нас возьмут и в мусорку выкинут. А в прошлом его просто переплавят. Вот, очень простой ответ. Спасибо. Древний египтянин допускает, что в те времена у индусов были камни-шлифовальные станки с водяным приводом. Можно ли это отнести к ДВЦ? Нет, я думаю, нет. Хотя, я говорю, опять же, понятие ДВЦ очень растяжимое. Смотря какой уровень. Начальный уровень ДВЦ, ну да, почему нет. Роман спрашивает, сколько лет по стройке вот той, которая у озера? Я уже говорила, что никто не знает. Единственное, что это точно ранее 13 века. Не знаю, нет данных. Нет ни одной надписи. Ольга Ротова. Что за биологическая катастрофа, о которой говорил автор? Лет 20 назад, не помню точно дату, может 40, я могу ошибаться. Короче, несколько десятков лет назад был завод химических удобрений, он и сейчас есть, там гербициды, пестициды, и там произошел какой-то взрыв и утечка вот этих ядовитых веществ. Она отравила на многие километры окружающую среду, сразу погибло гигантское количество людей, а те, кто выжил, остались инвалидами. И очень долгое время вода и земля были отравлены, и много десятков лет люди старались не селиться в этом месте, и сейчас неохота там селиться. Понятно, спасибо большое. Помнишь, ты рассказывала про маленькие храмы? Почему это храмы? И храмики ли это? Ну, я не знаю, да, они характеризуются храмиками только по той единственной причине, что внутри содержится лингам, да, с лингам, водослив. И водослив. Собственно говоря, пранала водослив и некий алтарь. Ну, ну, что это еще может быть? Конечно, это может быть и не культовое сооружение, но будем считать это храмом, а можем и не считать. Спасибо. Антон задает вопрос. Храмы в Индии возводили для поклонения богам или в честь военных побед? Этот вопрос был задан как раз на том фоне, когда мы смотрели барельефы изображающие, и ты говоришь, что там как раз все друг друга убивают. Вот возник такой вопрос. Не, но друг друга убивают это мифология. И, как правило, основная часть храмов посвящена Шиве и всяким его аватарам и так далее. То есть, в основном, конечно же, это религиозные храмы. В честь побед храм до тысячного года храм, не знаю, не слышала такого. Стеллы, да, стеллы возводились памятные, а чтобы цех храм ну, так сложно сказать. Ирина Елесина про этот же комплекс. То, что из розового песчаника, это все женское начало? Не, ну, можно часто придумать все что угодно, но просто красивый камень. Я думаю, что это просто красивый камень без гендерной привязки. Денис Кравцов, мне вот интересно, можно ли один из этих бесхозных блоков вывести из Индии? Ну, если рискнете, то попробуйте, я не рискну. То есть, я прекрасно знаю их чуткость в отношении таких вещей. Казалось бы, никому не надо, но когда ты попадешься, ты попадешь в тюрьму. Индийская тюрьма, это не сладко. Поэтому я экспериментировать не буду и вам не советую. Один из наших слушателей пишет, при съемках с фото-коптера были видны части расколотой шестерни немалых размеров. Одна часть лежала на внешнем заборе, а вторая не так уж и далеко от вашей спины в траве. Есть ли фото поближе? Заранее спасибо. Так, там полно фото поближе, которые я показывала. Это малака, я про нее и говорила. Это часть, верхушечка у крыши храмов. Их очень много везде. Вот сам последний даже объект, который я показывала, там тоже была малака, вот в собранном состоянии был маленький храмик в готовом, то есть как это выглядит в сборе, то есть в самом конце моего показа был виден такой храмик. Эти шестерни, они у них везде такие одинаковые. Да, очень технически выглядят, согласна. Юрий Хохалкин, почему местные домой еще не растащили такую красоту? Еще как растащили, это просто все, что осталось, все, что не дотащили. Но опять же, это вопрос был про датировку, мы его пропускаем, потому что датировка неизвестна, да? Так, Дионис, Диодорос, если аборигены неправы и официальные историки тоже неправы, как быть? Дальше фантазировать, что я могу сказать. То есть, понимаете, фантазировать-то можно все, что угодно, мы должны хоть от чего-то оттолкнуться. Отталкиваются от летописи, отталкиваются от надписей, которые расшифрованы, не все надписи расшифрованы. Некоторые сложно расшифровать. Больше нечего отталкиваться, иначе так всю историю можно просто вычеркнуть. Что тут, больше нечего рассуждать. Накладов, А, Б, ну и что же такое Йони Элингам при Гведе? А я сейчас не готова об этом говорить, я об этом предупредила, что это долгий разговор, который я попытаюсь доказать. Да, вот он пишет, получится ли у меня. Он очень ждет. Это, понимаете, это такой скользкий вопрос, который я очень долго не готова до конца раскрыть, потому что, ну, представьте, там полтора миллиарда индусов, вот, люди верят в определенные вещи, и тут пришла я, и все разрушу. Вот, ну, то есть я не готова к этому. Поэтому за отдельный донат на приватном стриме, да? Что вы скажете о блогере про Вин Махан? Ну, по-моему, уже было рассказывание. По-моему, он у нас уже в зубах завяз, поэтому мы не хотим говорить про этого блогера. Помнишь, был маленький сюжетик про маленькие водостоки в сторону воды, я так полагаю, в сторону озера? Да, да. Вот Юрий Хохалкин спрашивает, а откуда там бралась вода? Ну, вообще, сейчас, сейчас есть тот же самый ритуал, просто приносят воду или молоко, льют на лингам, он стекает по ионе и течет в водосток. Это выглядит сейчас так. Считается, что это было так всегда. То есть, это не постоянный поток некой жидкости, а в неких ритуальных или функциональных целях сделано было. То есть, это не для постоянного. Опять же, вопрос накладов АБ, это только инициалы, к сожалению. Йони могло ли быть жертвенником Скоревостока? Нет. В ведической религии отсутствуют подобного рода жертвы. Спасибо. И есть ли в храмах какая-либо ориентация на астрономические объекты, как в Египте и Мексике? Ну, как сказать, вообще считается, что астрология оттуда пошла как раз. Они-то ее изобрели. Ну, так, что прямо вот в открытую вот такие же знаки зодиака, вот прям такие же, как в Египте, нет. У них это немножечко иначе выражено, у них это скорее выражено в их янтрах. Янтры, я повторю, это на потолке, как правило, такие сложные узоры, многоуровневые. вот, как правило, в них они зашифровывали там свою космогонию, частично религию и так далее. Вот, можно там поискать, но она никогда вот в таком открытом виде, как в Египте, нет. Спасибо. И переходим к форт-темплу. Аславик Сапронов пишет, такое впечатление, что строение было разрушено очень мощным взрывом. Это какой темпл-то? Форт-темпл. Если правильно произношу. Наверное, не очень правильно понять. После элефанта него. А, после элефанта, да, после элефанта. Сейчас я вспомню, что у нас после элефанта. Так, 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 сейчас. Так, сейчас, секунду, После элефанта. Так. После элефанта о Шапуре Темпл, это я рассказывала, с розовым песчаником. Вот. Его, он имеет цвета? Вот этот комплекс на Берегозе. Там, где твой любимый король, я так понимаю. А, нет, где мой любимый король, это Мхотшишевар. Мхотшишевар Темпл. Ну, короля звали Мхотшедева, Мхотшедева. Вот. Мхотшедева, господи, извиняюсь, Мхотшишевар Темпл, соответственно, это, он не разрушен. Он как раз в очень прекрасном состоянии. У него разрушена крыша. и там есть два мнения. Одни люди считают, что эта крыша разрушена, я имею в виду у археологов, а вторые считают, что так и должно было быть. То есть, одни считают, что не должно было быть крышей, а вторые считают, что она разрушена. А стены там в идеальном состоянии, в прекрасном состоянии. а все вокруг, там нет кусков камня, как в других местах. Там именно то, что я говорила, то есть, там строители именно начинали блоки, бросали их, а они там и валяются. То есть, там немножечко все по-другому. Спасибо. Антон спрашивает, а колонные статуи возводили по памяти или где-то чертежи сохранились на полу, на стенах, на бумаге? Ну, насчет бумаги тут сложно, да, у них не было бумаги в том понимании, как у нас. Вот, там, листики. Именно поэтому там проблемы с текстами, потому что с сохранностями проблемы. Ну, скорее всего, на листях и были эти чертежи. А то, что мы видим на полу, ну, вот как раз рядом с храмом Ходжедевы, как раз там-то на земле и начерчены чертежи, и колонны, и прочие элементы многочисленные. Ну, если это считать чертежами, то да, так в основном, я думаю, что они пользовались растительными вариантами бумаги, какие там листья или что-нибудь там делали. спасибо. Про колодцы. Евгений Незнамов спрашивает, это вытесано в скале? Насчет скалы. Вы знаете, такой сложный вопрос по той причине, что в округе скалы не видно. Поэтому я думаю, что нет. Я думаю, что это вырыто в земле. То есть, из тех колодцев, что я видела, я не видела рядом скалы. Вот прям вот сплошной. Спасибо большое. И про Латхал у нас Алексей Харитонов просто делает замечание. Такое, два кирпича в музее от здания, а потом мы сделали реставрацию. Ну, да. То есть, ну, это странно. Говорю, там сплошные неувязки, но они все неувязки объясняют тем, что они сами не уверены в том, что они сказали, сделали и вот то, что мы видим. То есть, они очень легко с этим прикрывают, но с другой стороны это и правильно, чем другие четко утверждают на пустом месте. Здесь, как бы, люди честно признались, что знают очень мало. Датировка четыре с половиной тысячи лет. Мне, конечно, тоже интересно откуда. Ну, там четко не объясняется, почему такая датировка. Спасибо. И Алексей Харитонов задает вопрос. Почему вы не допускаете развитых технологий в химии той цивилизации? То есть, почему вы уверены в том, что это не литье? Да, есть обработка камня, но она может быть и после того, как камни были отлиты. Наверное, потому что я делала доклад некоторое время назад. по-моему, последнее видео, которое я делала. И в докладе я очень четко объясняла, что такое каменное литье. Технологии литья, кем бы она ни сделана, она будет все равно одинаковая, потому что свойства камня не могут изменяться. Извиняюсь. Они вот какие есть, такие есть. для того, чтобы расплавить камень, нужны определенные условия, о которых я очень подробно рассказывала в своем докладе, который есть на канале ЛАИ. И я считаю, что усилия, которые требуются для плавки камня, совершенно не сопоставимы с тем, что можно сделать высечку. Нет, я так понимаю, что речь идет не о плавке камня, а об искусственном камне. то есть, ну... Вишня, смотрите, плавка камня, во-первых, плавить можно считанные, базальт, например, да? Можно только базальты плавить. Обсидиан какие-то такие, да? Плавка камня, того, как гранит, песчаник и прочее, невозможно. Невозможно его методом плавления довести до классичного состояния, а потом собрать обратно в той же структуре, как он и был. Миша, я об этом говорила очень подробно. Смотрите, по поводу того, что он, ты говоришь, объем не сопоставим, да? Вы представляете себе перетереть по скалу, по объему, да? Ну, вот, храм. Просто не в порошок, а в пыль. Не в порошок, не в песок, в пыль. Чтобы потом это как-то структурировать с какими-то невероятными технологиями и создать искусственный камень. Сколько потребуется работы, сколько инструментов рабочих, да, они легче сделают в скале, вырубятся голыми руками, это все перетрут, потом все это скомпонуют и с этого слепят блоки, а потом еще из них будут какие-то элементы лепить отдельно, а потом на них оставляют следы повсеместно, повсеместно от примитивных инструментов, ни одного пропила, ни одного и ни одного одинакового элемента, потому что все кривое и косое. Лепилось и все не по лекалу, не где-то там в опалубках, а все кривое и косое. Посмотрите, вот сейчас идет видео, пожалуйста, смотрите, грани в пол уходят, вот прямо расширяется колонна, оно все кривое, довольно-таки примитивное. сейчас геополимер есть только по одной единственной причине, потому что геополимер сделать дешевле, чем сделать из натурального камня, потому что есть технологии, есть предпосылки, тогда предпосылок не было, и не нужны были технологии, если нет предпосылки. Зачем, если у вас под руками натуральный камень? Это какой-то бессмысленный труд абсолютно. Зачем он нужен? Поэтому этот вопрос, он какой-то ни о чем. Спасибо. Антон спрашивает, все посещенные храмы выполнены в одном стиле или разных? Тут сложно сказать, они все выполнены в индийском стиле, если так можно сказать. А так, друг от друга имеются отличия. То есть, если мне показать разные фотографии, я их отличу. Но в своей, в общем массе они, конечно, похожи. Есть сильно отличающиеся храмы. Как, например, ты показывала, по которому хочешь сделать фильм. Это вообще непонятно, что там. Ну, да. Есть, которые вообще, вот храм Бухотшедевы, да, он, ну, вообще никуда не вяжется, ни с чем. Нет предпосылок такого храма, нет ни до, не после такого. Вот он один такой. То есть, есть какие-то элементы, вот есть колодцы, которые тоже, это очень специфическая вещь, которую я тоже увязываю с определенным народом, который туда пришел, потому что там можно проследить, как они расположены и так далее. То есть, они же не по всей Индии разбросаны. Нет, они определенным образом разбросаны, видно, где, как, почему это сделано. То есть, это все можно проследить теоретически. Поэтому, ну, это все, конечно, индийский стиль. Он не перепутается с перуанским, там, с египетским, с турецким, но друг от друга они имеют отличия. Вот я так могу сказать, тут сложно как-то ответить однозначно. Спасибо большое. Это был последний вопрос. Катя, спасибо тебе за сегодняшний информационно насыщенный вечер. Всем тоже. Да. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня с вами были Михаил Бураченко, Юлия Королева и специальный гость канала «Лаборатория альтернативной истории», путешественница и исследователь Екатерина Норкина. Надеюсь, вам было интересно так же, как и нам. И Катя сумела ответить на все интересующие вас вопросы. Ждем всех желающих в следующее воскресенье присоединиться к продолжению обсуждений вопросов по Баальбеку. Это будет продолжение предыдущего стрима с участием Марии Дудаковой, Андрея Кузнецовой и Данияра Адигамова. Стрим состоится, как я уже сказала, в воскресенье 10 мая в 19.00 по московскому времени. На этом я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего вечера иду к иначе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok